Долгожданное новоселье сегодня отметили 7 семей бывших жителей аварийных домов в Краснооктябрьском районе. Взамен ветхого жилья они получили новое с чистовой отделкой по всем современным нормативам. В торжественной обстановке ключи от квартир в новостройках жилого комплекса горожанам вручил глава района Иван Дронов. Жилплощадь для переселения граждан муниципалитету компания-застройщик жилкомплекса предоставила в рамках заключенного инвестсоглашения. Такой подход применяют при строительстве и других новостроек. Все подробности у Ольги Цымбарович. Здесь постоянно было подтопление. Второй этаж нас топил, так как крыша незаделанная. Тропический ливень с потолка и вездесущий грибок. В таких условиях Лариса Николаевна Иванцова жила раньше. Квартиру в малосемейке на Прибалтийской 14 в поселке Нижней Баррикады получила как воспитанница детского дома. Однажды в двухэтажке 40-х годов постройки частично обвалились перекрытия. Но все прелести бытия жильцы общежития разделяли сообща. Своими силами отремонтировали кухню, облагородили места общего пользования. Но возраст дома все же взял свое. Это вот наша ванна. Здесь мы купаемся. Чтобы вкладывать сюда деньги. Сами понимаете, жилье аварийное. В любой момент это все может разрушиться. И все это в холостую, по идее. Бесконечные засоры в трубах и антисанитария стали вечными спутниками жильцов. В 2017 дом официально признали аварийным. Расселить жителей планировали до 2025 года. Но судьба приготовила для них приятный сюрприз. Из ветхих квартир волгоградцам предложили переселиться в новенькие с равноценной площадью. В день вручения ключей от дверей в новую жизнь Лариса Иванцова не смогла сдержать слез радости. Теперь повар со стажем сможет создавать шедевры кулинарии на своей кухне. Я рада. Я очень рада. Спасибо нашей родной администрации. Спасибо всем, кто не забывает нас. Газовая плита у нас теперь есть. Теперь можно на газе готовить. У меня электрическая плитка. Такая маленькая, которая постоянно перегорала. Теперь нет проблем. Теперь с газовой плитой духовка. Вместе с Ларисой Иванцовой ключи от новенькой однушки в ЖК получили ее соседи. В квартирах чистовой ремонт установлена сантехника, газовая плита и колонка. Оборудованы индивидуальные системы отопления. Валентина Кожевникова признается, о таких условиях и не мечтала. Уже строит планы на будущее. Очень все понравилось. Сколько мы ждали. Наконец мы дождались. Чтобы вот так вот все чистенько, все доделано. Просто заезжай и живи. Переселение волгоградцев из аварийного жилья в новостройки стало возможным благодаря заключению в 2020 году между муниципалитетом и застройщиком инвестсоглашения. В его рамках компания в упрощенном порядке получает в аренду земельный участок под строительство и обязуется передать в собственность администрации города Героя около 5% жилых площадей. Надеемся, что их будет еще больше не только у нас в районе, но и по всему городу Герою, так как это дает возможность быстрее переселять людей из аварийного жилья в такие вот комфортабельные квартиры. В 2020 году в ходе выполнения инвестсоглашения жильцам аварийек предоставили квартиры в ЖК «Зенит». Аналогичный подход применяют и при строительстве других жилых комплексов, в частности в ЖК в Ворошиловском районе на улице Иркутской. Кроме этого, расселяют жильцов аварийных домов еще и по региональному проекту обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда нацпроекта «Жилье и городская среда». Из ветхого жилья в новостройки уже переселили более 3000 горожан. В планах муниципалитета до сентября 2025 года расселить около 10 тысяч жителей 253 аварийных домов Волгограда. Продолжение следует...